Проект строительства школы в Индиге требует корректировки с повторным прохождением государственной экспертизы. Проект, который был утвержден в 2011 году и по которому велось строительство, до сегодняшнего дня оказался сырым. В нем не предусмотрены пожарные резервуары, септики, лифтовые шахты и, собственно, сам лифт, а также котельная стоимостью 10 миллионов рублей. Объект, который по плану должны были сдать в августе текущего года, сегодня попал под прицел главы региона Игоря Кошина. В Индиге побывала и наша съемочная группа. Мария Владимирова продолжит тему. Школа в Индиге из числа окружных долгостроев. Возведение объекта, который рассчитан на 150 учеников, началось в 2011 году. Фундамент построил один подрядчик, на смену ему в 2012 пришел другой – компания Леро. Они возвели металлоконструкцию, установили окна, утеплили и обшили здания. На сегодняшний день выполнены работы по электрике на 30%, канализация смонтирована на 100%, смонтированы системы отопления, но она выполнена с отсутствием от правил. Выполнены и другие работы. Завершены работы у нас сейчас последние с огнезащитой, обрамление окон, ну и крышу доделали, тоже это сделали железом, обрамление сделали, а так работы приостановлены. Возведя объект под крышу, стало понятно – проект требует корректировки. В нем не предусмотрены пожарные резервуары, лифтовые шахты и, собственно, сам лифт. Она вроде в архитектуре есть, а в альбоме, где перекрытие, там ее нет. Залили все по этому альбому, раз выясняем, тут должна быть шахта, значит, надо теперь часть рисовать. Сложности возникли и со строительством септиков. Школа построена на каменном утесе. По изысканиям указано, что здесь просто почва. Когда приступили к строительству, на самом деле здесь скальная порода. И есть очень много вопросов к проектировщику. Кроме того, для школы по проекту предусмотрена привозная вода. Но для этого в Индиге нет даже машины. Поэтому возить воду за полтора километра с вершины реки Щелиха просто-напросто не на чем. Но мы год назад говорили о том, что много вещей не предусмотрено было проектом. И, соответственно, на тот момент, еще раз повторюсь, мы выражали, что для того, чтобы на тот момент, год назад достроить надо было, необходимо 44 миллиона. То, что даже не предусмотрено проектом. Сейчас, если всю корректировку еще раз повторюсь, возможно, еще что-то. Компания, которая занималась составлением проекта школы в Индиге, отметил Роман Мозголин, за три года была на объекте только один раз. А по большей части объектов, которые у нас в начале сегодня не завершены в срок, у нас есть заключение экспертизы. Ну, архангельская экспертиза. Даже ферма ввода такая же история, что у них же есть заключение, которое было наделать подбуждение, там делали корольные годы. Здесь такая же история. И практически по каждому проекту есть экспертиза. Как она делается, я не знаю. Сейчас в Индиге 81 ученик учится в интернате Доме культуры Сельском совете. В две смены с большим разрывом. Нет кабинета химии и физики. Физкультура проходит на улице и в Доме культуры. Чтобы наладить полноценный образовательный процесс, следовательно, введя объект в строй, по лучшим прогнозам понадобится больше года. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север», посёлок Индига.